Всем добрый вечер. У нас сегодня тема, которая называется интернационализация. Я открыл план прошлого года, потому что, в принципе, я надеюсь, что у меня получится примерно такая же лекция, как была в прошлом году. Ну, более-менее. Значит, прежде чем вообще разговаривать про интернационализацию, давайте немножко терминов ввезем, почему это называется перевод, что такое И18Н, что такое Л10Н, вот это все. Ну, для начала. Интернационализация – это очень длинное слово, в нем 20 букв, интернационализация, поэтому слово интернационализация пишут сокращенно И18Н. Вот отсюда и вот эта самая штука. И то же самое относится к сокращению И10Н – это локализейшн. Процесс локализации, то есть адаптация к конкретной локали, языку, стране, возможно, варианту начертания этого языка, потому что, например, бывают, скажем, кириллические и латинические варианты. Вот. Это все называется локализацией. Адаптация к локали. Локаль мы не помню, изучали или нет, но, в общем, это такая простая штука. Вот в командной строке вы пишете слово локаль, вам выдается целый набор различных языковых настроек и какому языку они адаптированы. Вот. Я не помню, мы, кажется, не будем это обсуждать здесь, за исключением того, что я покажу, как запустить, по крайней мере, под линуксом программу в одной локали и в другой. Значит, локализация. Что в себя включает локализация? Локализация в себя включает, ну, разумеется, перевод всех названий, которые нуждаются в перевозе, это понятно. Но не только. Например, локализация включает в себя различные развлечения, вернее, не различные, а развлечения работы с текстовыми и околотекстовыми данными, которые приняты в конкретной стране или в конкретном языке. Например, известно, что в русской локале при упорядочении строк большие и маленькие буквы не отличаются, а в английской, например, отличаются. Или указания денежных единиц, указания расстояний, вообще всякие числовые величины, за что, собственно, отвечает слово нюмелик. Или, например, формат времени, или, например, всякие телефонные адреса, вот это все. Да, в конце концов, денежные единицы. Все это, так или иначе, требует некоторой трансляции, если вы планируете изготавливать программу, которая будет работать на нескольких языках. Помимо текстовых и околотекстовых данных, трансляции также требуют, ну, например, картинки, особенно если на них что-то написано. Вот. Трансляции требуют расположения виджетов на экране, если вы планируете виджет. Потому что, если, например, вы собираетесь транслировать это на язык, у которого начертания справа налево, а не слева направо, да, то, скорее всего, у вас размещение критично важных виджетов тоже поменяется с левоправного на праволевное. Вот. Трансляции требуют, как это ни странно, логотипы, потому что в разных странах они разные, например, дорожные знаки или что-нибудь такое. Или, например, вот такой логотип, вот этот поднятый большой палец в некоторых культурах ассоциируется с поднятым небольшим, а средним пальцем. Примерно, значит, примерно то. Вот. Ну, вот такого сорта вещи или, там, вот этот жест тоже может воспринять неприличный. Такого рода вещи тоже требуют преобразований. Вот. Ну, в общем, вот. Кроме того, если вы делаете программный продукт, переводы требуют также документации. И вот перевод документации – это совершенно отдельная тема, которую мы сейчас рассматривать не будем. Автоматизация которой не настолько удачно обычно проходит, чем автоматизация перевода текста. Ну, вот такого нет. Значит, локализация, повторяю, это не только перевод, но еще куча всяких других вещей. То есть, трансляция большого количества других штук. Вот. А, ну да, я забыл про мультимедийный, разумеется, материал. Если у вас есть не только картинки, но и звуки там говорят. Понятно, не то, что говорить должно на других языках. Вот это все. Давайте мы сейчас напишем какую-нибудь программу. Ну, скажем, даже не напишем, а скопируем ее... Скопируем ее из документации по TK-Into. Вот. Значит, вот у нас есть документация по TK-Into. А, это она же. Обращаю, кстати, ваше внимание на волшебное свойство документации по TK-Into. В ней примеры написаны на всех языках программирования одновременно. И вы можете взять и вот этим переключателем... Вот этим переключателем переключить на нужный вам язык. Ну, например, Python. И тогда, например, будет только на Python. Давайте мы вот что еще сделаем. Я обещал рассказать хотя бы красненько про такую штуку, как макетирование. Не буду этого делать долго, потому что это, ну, скажем так, довольно быстро превращается там в такую специальную отрасль дизайна, о которой мы разговаривать не будем. Но, тем не менее, если вы делаете, скажем, семестровый проект, было бы очень неплохо, чтобы... И да, и вы его делаете с упором ногой, то есть будет какой-то графический интерфейс, виджет-интерфейс к чему-то. Было бы очень неплохо. И, собственно, вот этот семестровый проект, который мы сейчас задаем, не принимается, не начинается его... Я не начинаю с ним разбираться, пока вы не предоставите вот эту модель, макет. Было бы неплохо сделать макет. Вот в форме, которую вы сейчас видите, этого вполне достаточно. Рисунок окошка. Планирование, где у вас какие виджеты лежат. Разумеется, в случае семестрового проекта это будет посложнее. Вот такие картинки с описанием того, что каждый виджет делает, как раз и требуется в этом проекте. Ну так вот, значит, это простейший программ, который переводит футы в метры, кажется. А вот ее где-то тут простейший код. Простейший код. Покажите мне простейший код. Сейчас, это TCL, а я хочу Python. А я хочу Python. Вот. На Python чуть больше. Вот ее простейший код. Значит, давайте мы все это просто тупо скопипастим и посмотрим, как это работает. Вот как-то так. Обращаем ваше внимание, тех из вас, кто пользуется Toolkit'ом TK для семестрового проекта, на то, что у него есть два подмножества более современных. Одно называется TK, другое еще более современное называется TIX. Вот. Которые позволяют, ну, например, бороться с извечной проблемой TK Inter, а именно с отсутствием тем. Ну, главная проблема TK Inter состоит в том, что у него все виджеты надо вручную раскрашивать, про каждый говорить, какой у него цвет фона, цвет текста, цвет выделенного, цвет такого, цвет сякого. Если вы этого не сделаете, то там будут использованы цвета по умолчанию. Соответственно, если вы перекрашиваете, например, в темную тему, то некоторые цвета по умолчанию, например, черный или белый, внезапно окажутся неисправленными, и у вас будет белым по белому, черным по черному, светло-серым по темно-белому, ну, что-нибудь так. Вот я с этим сталкивался много раз. Так вот, в этом примере сразу же используется более современный виджет, который темизируется, который называется TK, вот, ну и, собственно, вот. Вот, значит, эта самая приложенька, она хорошо соответствует вот этой картинке. Вот, значит, у нас футы, мы туда вводим футы и получаем метод. Вот такая приложенька. Прежде чем ее переводить, давайте мы в нее еще добавим картинку. Добавим в нее картинку, чтобы посмотреть, что делать с переводами картинок. Значит, как мы в нее добавим картинку? Сейчас я посмотрю в спаркалку свою и все расскажу. Значит, картинку мы добавим так. Мы возьмем виджет, который называется PhotoImage. У нас тут не есть документация по не TK.inter, а по... В основном не ПТК, а ПТК.inter. Вот она. Так. Нет, слово PhotoImage отсутствует, а жалко. Оно есть на самом деле. Сейчас найдем. Вот. Вот, вот, вот. Значит, идея в чем? Значит, TK, как я уже говорил, ну, пара серий TK, это очень-очень-очень заслуженная такая пара языков. Вот. С 90-х годов она существует, есть не с 80-х. Поэтому внутренний формат картинок, которые рисует TK, он несколько хитрый. Это, по-моему, Pixmap какой-то. Ну, в общем, вот. Поэтому, чтобы загрузить картинку, надо ее сначала преобразовать. Надо говорить, вот у нас есть файл в классическом формате, скажем, PNG. Вот, давайте мы его загрузим. А потом уже, значит, засунем в нашу лейбл. Да, значит, имидж может быть засунув в канвас, он может быть засунув в кнопочку и может быть засунув в лейбл. Вот, давайте мы засунем имидж в лейбл. Что мы сделаем? Мы, значит, заведем какой-нибудь файлик с картинкой. Ну, не знаю, как он будет называться. Господи, ну, неважно, в общем, как он будет называться. И вот, заведем соответствующую, собственно, картинку. Так, ага. И вот тут начинается, кстати, интересная вещь. Потому что мы пишем программу, у которой картинки где-то лежат. Вопрос, где лежат картинки? Ответ, ну, не знаю, да. Значит, в некоторых случаях они, наверное, могут лежать где-то. Ну, например, если у вас эта программа, которая предназначена для превращения в пакеты установки какой-нибудь длинной системы, лежат в user-share там Pixmaps. Вот. Но если это маленький компактный код на питоне, скорее всего, ваш файл будет лежать там же, где исходник на питоне. Если это так, то вам придется понять, где это все лежит. Вот. Ну, как можно понять, где это все лежит? Например, вот так. Значит, здесь import os. Ну, и, наверное, тоже и sys еще. sys нам тоже понадобится. Здесь мы определим что-то типа datapath. Ну, и какой у нас будет datapath? Какой-нибудь dirname от нашего, то самое там, os.path.dirname name от sys.argv0. Вот такая конструкция нам будет гарантировать то, что в datapath у нас отложится внезапно именно тот каталог, в котором у нас лежит наша запущенная программа. Тогда мы здесь напишем что-то типа os.path.join вот это datapath и, ну, какое-нибудь название. Ну, не знаю. Давайте назовем его logoyen.png logoyen.png Это, значит, английская картинка с зачесом на то, что будут еще не английские. Вот. Ну, и сделаем ей лейбл. Так. Что здесь неправильно? Потому что вот так. И сделаем ей лейбл, в котором мы, собственно, поместим. Так. Тут все сделано с помощью ttk. Значит, здесь тоже сделаем. ttk.label Что? Ну, значит, как у нас называется рутовое окошечко? Рутовое это просто tk, а приложенька называется mainframe. Вот, пускай будет mainframe. Mainframe. Это у нас root нашего... Мастер... Ну, мастер, да. Мастер нашего окна. Вот. Ну, и, собственно... Вот. Вот мы завели... Завели нашу... Ну, что это такое? Picture. Да? Теперь пик надо разложить в этом самом... В геометрии. Куда-нибудь у нас что тут используется? Grid у нас используется. Так. Давайте посмотрим, куда он должен приехать. Он должен приехать вот в левый верхний угол. Вот. В левый верхний угол он должен приехать. Это значит, что это строка 0. Нет, 1, потому что там еще надпись строка 1. Вот. А колонка... Похоже, тоже 1. Интересно, почему. Ну, хорошо, пускай будет. Хорошо. Значит, точка grid. Что там? Колонка 1. Строка тоже 1. Ну, и... Стики у нас, допустим... Что там? NordVis. Вот. Ну, надо еще... Дело за малым. Нужно еще саму эту картинку нарисовать, да? Ну, мы ее нарисуем с помощью... Не знаю, там, снимка экрана, да? Вот. Так вот сделаем. Ну, например... Что это было? А, это какой-то дамп. Ну, хорошо. Ну, что можно сделать? Можно сделать так вот. Что там? Fit to meters О! О! Чем не логотипчик? Вот. Значит, эту... Сейчас мы ее скопируем. cp-tmp-snap-current в наш каталог src-trans. Вот. И у нас уже будет более-менее приложение с картинкой. Если мне не изменяет... Не изменяет шитье. Да, па, ва. Понятно, да. Датапад. А здесь я что написал? Датапад. Понятно. Датапад. Что еще? Лого jen.png. А, ну да. Его надо было переименовать. Это тормоз, что ли, да? Да. Да. Как там? Logo, подчеркиваю, jen.png. Ну и где оно? Ну сейчас найдем его. Вот оно. Чего он туда переехал? Вернись на место. Во! Ну вот. Так себе лого. Ну, пускай такое будет. Какая разница? В данном случае мы... Оно просто покропалось. У меня это самая автоматическая кропка. В смысле, когда я снимаю снапшот кусочка экрана, он одинаковый цвет обрезает по краям. Ну вот. Окей. Значит, что мы сделали? Мы сооружили программку, которая еще есть картинка. Сейчас будем все это переводить. И тут наступает вторая часть маркелезонского балета. Ну, вернее, не так. На самом деле, это первая часть маркелезонского балета, потому что мы еще ничего не начали даже переводить. Которая состоит в том, что мы должны каждую строчку, которую мы собираемся переводить на какой-нибудь альтернативный язык, обмазать специальной функцией, которая будет это делать. То есть, сейчас мы используем дисциплину, которая называется GnugetText. Сейчас я попробую сделать ссылочку на нее. Где-то тут была ссылочка на нее. Вот она. Это такой способ документирования. Это, правда, большой документ. Не буду ничего показывать. Много до хрена. Такой способ документирования, в котором идентификатором сообщения является само сообщение на исходном языке. Это довольно опасная идея, но она во многих случаях хороша. То есть, если мы видим, что в нашей программе в несколько раз встречается словосочетание fit2meters, каждый раз словосочетание fit2meters будет означать, что его можно перевести на альтернативный, скажем, на русский язык. И каждый раз для fit2meters перевод будет одинаковый. Потому что это один и тот же идентификат. Это хорошо в случае, если у вас развернутые сообщения друг на друга непохожие. И это плохо, если у вас сообщения, надписи на кнопках короткие, похожие и, значит, разные. Особенно это плохо для английского языка, в котором очень часто путаются глаголы и существительные, например. И мы, кстати, очень часто видим в неаккуратных русификациях, что кнопочка, на которой должен быть написан глагол, потому что эта кнопочка не написана существительной, и наоборот. Где, значит, там, ну, не знаю, я сейчас не вспомню, но, в общем, вы меня поняли. Значит, вот плохая русификация как раз тем и отличается, что поскольку идентификатор сообщения одинаковый, люди не позаботились о том, чтобы они различались. То где там глаголы, где существительные, робот понять не может, и он все это переводит одним переводом. Вот. Есть и другие дисциплины перевода, о которых нам, наверное, времени рассказывать просто нету, но я просто упомяну про них. Например, вы можете в исходной программе вместо сообщений писать идентификатор этих сообщений. Ну, какие-то номера. Ошибка номер 100500, ошибка номер 1501. Сообщение, надпись на кнопке номер 33. Это дико неудобно, вот. Но зато это может вам помочь, если у вас все сообщения должны быть разные. Да, то есть, чтобы отличить один консил от другого консил, да, один будет 303, а другой 100500. Есть еще вариант, когда у вас вместо волшебных чисел страшные идентификаторы, уже не являющиеся числами, а такие вот. Ну, например, здесь могло быть написано переменная по имени fit, подчеркивание to, подчеркивание meet. Тоже, в общем, так себе дисциплина. Вот. Если подумать, дисциплина, в которой идентификатором сообщений является сообщение, само сообщение на исходном языке, не так уж и плоха, потому что, если вдруг вы написали программу так, что у вас слово stool, ну хорошо, ладно, по-английски, что у вас слово abort используется для совершенно различных терминах, быть может, это вы неправильно написали программу, быть может, имеет смысл пояснить, какой именно abort вы имеете в виду, когда пишете программу. Такие дела. Вот. Значит, вот этот процесс, процесс адаптации вашего программного продукта к последующей локализации и называется интернационализация. То есть, вот есть программа, написанная чисто на английском, мы сейчас ее сделаем написанной на нескольких, возможно, на нескольких языках. Вот. Сейчас давайте посмотрим, как это делается. Значит, да, значит, для этого используется уже упомянутый мною инструментарий, который называется gnu-get-text, вот, и мы, собственно, и мы будем пользоваться. Но сначала мы должны, как я уже говорил, обмазать все строки, которые мы хотим переводить на какой-то там язык, специальным враппером, чтобы он получал эту строку на вход, а на выход выдавал ее, если язык тот же самый, да, или не ее, если язык другой. Значит, значит, что мы делаем? Мы, ну, естественно, нам нужно, чтобы стоял git-text. Давайте посмотрим, есть у нас вообще. Есть. Я, значит, он не заработал. Хорошо. Значит, нам нужно, чтобы стоял git-text. Че-че-че-че-че-че. А, ну да. Вот. И нам нужно проделать следующую операцию. Нам нужно зарегистрировать, где у нас будут лежать наши сообщения. Вот. И, собственно, какого рода это сообщение. В данном случае это именно сообщение messages. Мы можем переводить messages, мы можем переводить всякие другие части нашей программы, и это будут разные переводы. Но в данном случае это именно messages. Окей. Значит, что для этого делается? Для этого вот тут вот, где datapath, мы говорим, что в этом datapath, помимо картинок, будут еще переводы лежать. Что мы говорим? Мы говорим git-text.install messages и путь, где они лежат. Да, datapath? Так. А вот теперь самое интересное. Самое интересное состоит в том, что, ну или как самое интересное? Ну, короче, когда мы вот так говорим, у нас в результате, в текущий namespace приезжает, сейчас я посмотрю, ну, по-моему, да, оно само приезжает. Интересно, как это происходит. Короче говоря, после того, как вы проинсталируете, инициализируете git-text, в текущий namespace приезжает функция, которая состоит из одного символа подчеркивания. И это довольно традиционный для подсистем перевода прием, чтобы меньше загаживать вот этими обмазками экран. Вот. То есть, нам нужно все строки, которые мы хотим переводить, из вот такого формата, превратить вот в такой формат. Вот эта функция подчеркивания, это и есть функция перевода, которая... Вот. Кстати, 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 кстати. Вот так это надо сделать. Вот. Ну что, давайте это делать. Так, чтобы такое написать, так. Только... Хотя нет, можно и так. Один. Открется? Вот вам, пожалуйста, это наверняка будет. Значит, что мы сейчас делаем? Мы меняем вот такое регулярное выражение, то есть, кавычки, последовательность не кавычек, кавычки, на его же заключенной вот в эту самую конструкцию, подчеркивание скобка, это вызов функции подчеркивания. Г означает глобал. С означает глобал. Ц означает конферн. параметры тк интера. Вот этот nordvest переводить не надо. Вот. Ну и так дальше. Так что, что делаем? Да, вот это мы говорим да надо, и это не надо. Вопрос, переводить ли имя файла? Смотрите, там было написано по-английски fit to meters. Наверняка мы хотим эту картинку тоже перевести. Так что имя файл мы тоже переведем. Nordvest не переводится. Это переведем. Это, это, это. Все. А, слава богу, слово return написано в апострофах, а не в кавычках, но это можно... Понятно, но, значит, это понятно, что это название событий, переводить его не надо. Кстати, есть такой хак для питона. Договориться, что все строчки, которые в кавычках, они переводятся, а все, которые в апострофах, не переводятся. Но это, в общем, не очень важно, потому что все равно вот это обмазывание вот этой функции делается только один раз. Так. Мне кажется, что прямо сейчас эта программа будет продолжать работать. Что ж такое? Почему она уезжает на другой экран? и не на этот, вот на этот. Странно, почему она уезжает на другой экран. Ну, непонятно, что и там не нравится. Короче. Вот. Она будет продолжать работать. То есть, интернационализация, вообще говоря, совершенно неинтрузивна для работающих программ. В действительности, там под капотом произошло несколько интересных событий. Дынк, дынк, а, да. Произошло несколько интересных событий. Она попыталась открыть файлы перевода, не нашла этого файла перевода и загрузила значение по умолчанию. Это нормальная штука для перевода приложений. Вот. И мы такое часто видим, когда переводы не очень свежие, не сильно обновленные. Некоторые кнопочки внезапно начинают называться по-английски, в то время как все остальные называются по-русски. Или некоторые сообщения об ошибках. Это потому, что их либо еще не перевели, либо у них поменялись исходные названия. Мы сейчас это увидим. Они попали в так называемую категорию фазы перевода. То есть, перевод для этой кнопки есть, но фиг его знает. Он годный или не годный. Такие дела. Так. Значит, на мой взгляд, поскольку никаких проблем не было, интернационализацию мы худо-бедно провели. Ну, может быть, стоит вот здесь картинку сделать. Давайте сделаем. Как-то так. Не супер красиво, но пускай будет. Ой. Нет. Неправильно. Вот так. Вот. Сделаем такой же cp. cp. Назовем его logo.ru. Ру. Ну вот. Очень хорошая. Она на самом деле маленькая. Это просто у нее та самая. Да. Окей. Ну, значит. Ну, не верите мне. Маленькая 59 на 59. Вот. Теперь самый такой технически интересный момент. который состоит в том, что для перевода, как вы понимаете, нужно, чтобы был файл с переводом вот этих самых исходных строк в тот язык, который вы хотите. В данном случае это перевод сообщений местности. А некоторая хитрость состоит в том, что когда вы разрабатываете свое приложение, у вас постоянно меняются переводы. Добавляются новые. Уезжают старые. Меняются формулировки. Переезжают интерфейсы с места на место. Вот. Кстати, да. Была еще одна дисциплина. Она самая, наверное, садистская. Это привязка к номеру строки. Вот. Не к идентификатору сообщений, а к номеру строки. Это, конечно, жесть жесткая, поэтому мы ее трогать не будем. Вот. То есть, когда мы что-то переводим, у нас должен быть некий файл в волшебном формате. Этих форматов несколько. У системы программирования Qt есть свой формат. У Mozilla был раньше свой формат. Не знаю, как сейчас. Ну, и вот этот gnu-git-text, он, пожалуй, самый-самый-самый распространенный. Вот. Значит, в случае гиттекста есть одна штука. Есть, собственно, вот этот самый gnu-git-text. Это пакет утилит для работы с переводами. Написанный на C, скомпилированный под 100-500 различных операционных систем. Вот это все. И есть дешевая пластиковая имитация, которая написана на Python и умеет далеко не все, но зато она написана на Python. В общем, они работают почти одинаково. Я, наверное, не буду сейчас рассказывать про Python, потому что она умеет не все. Все. Давайте мы лучше... Хотя... Хотя можно и так написать. Сейчас я подумаю. Тут у меня есть? Есть. Есть. Дальше есть рассказ на эту тему. Ну, отлично. Давайте тогда... Давайте тогда для начала воспользоваться Python, но на самом деле она умеет далеко не все. Смотрите. Видите волшебное слово I18n? Теперь мы знаем, что это такое. Это интернационализация. Вот. Там лежит две помутилиты. ВАЗ. ВАЗ. Из которых одна... Я даже не знаю, зачем нужна вот эта. Мейклокей алиас. Вот. МСГФНТ и ПГИТТЕКСТ. ПГИТТЕКСТ нужен для выковыривания, первоначального выковыривания, обмазанных гиттекстом, подчеркивание скобочка, строк из вашего кона. А МСГФМТ это аналог, как раз немножко урезанный аналог утилиты МСГФМТ, который есть в составе гнудики. Поскольку нам нужно выковырить эти самые значения, вот мы сейчас их и выковыриваем. Значит, ПГИТТЕКСТ отсюда запускаем. ПГИТТЕКСТ. Интересно, какие у него параметры. ПГИТТЕКСТ. Опшен с этот бут файл нет. Там что-то вот у меня, например, больше их было. Минус D. Что такое минус D? Минус D name. Дефайл, домен, name. А. Значит, тут история такая. Домен это просто название того, что именно вы переводите. В данном случае мы переводим messages, поэтому нам домен name не нужен, не знаю зачем он здесь написан. Вот. Так что нам можно просто сказать вот так вот. И что у нас? Firmia. Что происходит в результате? В результате формируется горшочек, messages.pot, он же PO-темплейт, то есть шаблон перевода. Вот. Который собой представляет, давайте посмотрим на него. Который собой представляет в действительности заготовку для перевода. Вот. Где в... Присутствуют все обмазанные нами геттекстом строки. С указанием в комментарии. Это, правда, значащие комментарии. Тут не совсем простая штука вот эти комментарии. С указанием в комментарии в какой строчке какого файла они встретились. Вот. И с некоторой шапкой, которую следует заполнить, если мне не изменяет память, относительно того, как мы будем пользоваться... Как мы будем пользоваться... Кто? Кто? Где? Вот это все. Мы сделали шаблон. Значит, шаблон и шаблон. Из этого шаблона можно сделать заготовку для перевода, в которой мы будем, собственно, переводить на русский язык. Вот. Сейчас мы уже будем пользоваться не питоновским геттекстом, потому что он не до конца не все умеет, а пакетом, который называется GlungitX. Вот. В частности, утилитками MSG и NIT. Вот. Значит, что нужно сделать утилитками MSG и NIT? Ей надо сказать, какой язык будет использоваться. Ну, скажем, русский. Вот. Вот. Она у нас будет спрашивать, что мы хотим, какой адрес. Она даже нашла какой-то адрес. Смотрите. Вот. И она сформировала файл с переводами, который называется RU.PO. Вот этот PO, это и есть то, что надо переводить нам с вами. Вот. Обратите внимание, что она подставила туда чарсет, с которым мы будем переводить. Вот. Обратите внимание, что она написала какие-то волшебные чиселки, про которые мы еще поговорим. Да. Ну, язык русский. Вот. И даже подставила меня как переводчика, обратите внимание. Ну, правда, language team это вот такое. Да. Ну что, давайте переводить, что ли. Вот. Вот смотрите, как мы справились с переводом картинки. Мы просто положили две картинки, вот, а перевели ее название. Ооо это было слово footy. Да что ж такое там? это было слово футы футануты шикарно футануты метры так давайте посмотрим еще раз на наш код нет ли там чего-нибудь такого вроде бы нету вроде бы нету месседжес все вроде как надо так значит теперь такая история значит поскольку переводов на разные языки может быть много а также доменов то есть того чего мы перевозим в данном случае мы приводим месседжес тоже может быть много то принято считать что все эти переводы должны лежать в целом таком дереве каталогов кстати сказать в любой линук системе такой дерево каталогов есть вот тут она находится юсэп шаре локали вот это идентификатор языка ну скажем ру вот соответственно если есть какой-то специальный домен то он будет называться по специальному у нас домен называется месседжес вот это кстати плохая идея называть домен месседжес потому что по умолчанию все домены называются месседжес в принципе хорошо бы его переназвать переназвать по названию нашего приложения вот вот так же как здесь видите кубс да там или допустим тут ничего нету а а что есть здесь ру какой еще будет украинский вот вот всякие кстати обратите внимание что здесь там же лежат переводы графические да это bmp файлы загреплены которые тоже значит из этого места читать а так а что еще может быть что-то у меня мало с переводами давайте посмотрим вот так да нет много lc messages вот в количестве вот как видите вот это самое название домена который у нас называется месседжес как правило совпадает с названием программы оставим пока как есть да но мы видим что они начинают называться по-другому еще как видите там лежат не по файлы текстовые а мо файлы скомпилированы то есть нам надо соответствующего перевода еще скомпилировать ну давайте скомпилируем ну вот так и вот туда положим наш скомпилированный перевод и этот скомпилированный перевод будет открываться нашим файлом в тот момент когда он захочет перевести строчку на русский язык с помощью именно get text так ну чего мсгфмт мсгфмт что там у нас параметры имя файлы по да и минус о куда мне кажется этого достаточно мсгфмт ру точка по минус о туда вот 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 сюда вот ру со месседжес у нас он называется месседжес точка муву кажется так вот можно еще было подсказать ему вернулся пускай он расскажет что он там делает шесть переведенных сообщений говорит нам о мсгфмт окей ну что тадам не мы правда смотрите поменяем локаль на какой нибудь lc all равняется ну c например дефолтный локаль тадам такие вот дела обратите внимание кстати что lc нюмерик у нас не сработал то есть мы не перевели вещественное число в представление с запятой в качестве десятичного знака ну и хрен с ним не люблю это представление но очень сильно мешает вот значит если вы думаете что это все это еще не все это не потому что давайте внимательно почитаем что нам пишет это прекрасная программа 3 футы равняется 0 девятьсот четырнадцать метры понимаете да 1 футы равняется 0 3 метры 6 футы 6 футы равняется 7 футы равняется 2 метры плохая идея значит в чем наша цель наша цель заставить наши переводы распознавать единственные и множественные формы вау а для чего это делается для того чтобы это может было нормально читать и здесь нас подстерегает еще одна волшебная неприятность которая состоит в том что в разных языках множественные формы во первых они разные а во вторых их разное число должна быть какая-то логика описания того какое число соответствует какой форме вот и значит эта логика на самом деле она мы ее видели уже вот она вот описание plural forms которое говорит о том что во первых их три а во вторых логика выбора одного из этих трех описывается вот таким вот такой страшный чудовищный всеобразный всеподобный формул это значащая штука в паспорте это будет читать getText и мы должны предоставить переводы всех трех вариантов окей предоставим переводы всех трех вариантов значит что для этого нужно для этого нужно если я не ошибаюсь использовать функцию getText сейчас мы ее найдем идея состоит в том что вы придаете ей единственное число множественное число или множественные числа сейчас посмотрим и собственно сколько оно там на самом деле чтобы оно решило какую из этих форм выбрать так значит давайте посмотрим как это нам на футы знаете на наши ложится где наши эти футы не здесь вот здесь так 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 давайте я посмотрю тоже в паргалочку где это все ага значит для этой цели смотрите мы не можем перевести вот эту вот эту штуку навсегда да у нас то футы то фут то фута нет футов фута фут метров метра метр фит фут метр метр значит в зависимости от значения числа у нас будет разная разные разные переводы поэтому мы должны обеспечить функцию которая бы обновляла эти метки всякий раз когда меняются эти числа да значит ну что-то тип такого написать update labels labels значит это значение будет про метры это значение будет про футы вот значит правила такие что вы можете если это вещественное число как в нашем случае вы можете вообще забить на этот перевод потому что если у вас есть сколько-то десятых фута это всегда сколько-то десятых фута вас то есть ну это всегда будет родительной поддержкой но предположим мы хотим чтобы это был один фут два фута десять футов да один метр вот это все то есть собственно целые числа вместо вещественных используются ну давайте мы их округлим тогда вот и собственно что у нас тут где у нас эти лейблы вот здесь вот у нас будет f-лейбл да а это будет m-лейбл вот ну кстати вот эти переводы надо будет убрать потом окей значит тогда мы пишем что что m-лейбл напоминаю что можно делать вот так вот текст равняется meters f-лейбл текст равняется fit так ну тут еще никакого перевода нету если я не ошибаюсь мы просто мы просто переделываем переделываем да вот вот вместо вот этого вот это мы убираем ой нет не здесь соврал вот здесь вот да тоже нет блин а нет все правильно здесь мы это убираем и здесь мы это убираем вот по идее ничего не должно измениться только а надо функцию еще вызвать конечно надо вызвать функцию какую апдейт этот самый да так апдейт лейблс и что мы вызываем этот апдейт лейблс а ну ничего по умолчанию пускай будет нули чё 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 сделал не так как ммм в каком месте почему-то м лейбл ему не нравится а чё тебе не нравится м лейбл а потому что они должны быть наверное глобал а я тормоз да нет да вроде нет ммм 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 что-то я не понял а всё я тормоз смотрите я же тут точка грид вызвал во да то есть это надо на 2 разделить надо разделить на 2 вот это сделать вот так вот а здесь сказать лейбл точка грид вот это сделать вот так вот а здесь сделать вот так нет вот так во во о ну пока что пока что всё да вот теперь давайте мы всё-таки ммм 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 вот эту нашу обновлённую программку используем используем ng-text ну собственно ng-text нужен в каком случае во-первых мы должны сказать нашему инсталлу что мы используем ещё помимо всего прочего специальную функцию под преобразование чисел чтобы она должна быть тоже помимо подчёркивание которое приезжает наш namespace просто по факту вызвал get-text install такую небольшой петёнь и чудо да мы должны перечислить ещё какие функции нужно из этого get-text вынуть вот в частности мы должны написать написать функцию что мы должны вынуть функцию ng-text это пишется так names то есть какие ещё имена в namespace нам внимать ng-text это тюпль соответственно тюпль из одного элемента должен выглядеть вот так вот да значит что мы сделали мы вытащили функцию ng-text вместе с функцией подчёркивания в текущий namespace ну и соответственно здесь мы пишем вместо функции подчёркивания функцию ng-text вот и здесь тоже и как бы уже было сказано пишем ей meters m feed соответственно здесь у нас food feed m что я сделал не так вот тут и не вот это мы что сделали это мы заставили наш get-text различать заставили наш get-text различать разные формы единственного множественного числа правда обратите внимание на то что мы вот здесь вот ещё должны это сделать потому что как только мы что-то меняем мы должны поменять как только мы вычисляем новое значение мы должны поменять перевод этого нового значения соответственно надо сказать здесь вызвать наш update labels и здесь написать что-то так давайте посмотрим а fit.get у нас же первый это fit нет сначала meters meters .get fit.get как-то как-то так вот это точно meters называется да вот они отлично так что теперь должно произойти по моим по моему как бы по моим прикидкам должно произойти следующее у нас пропали переводы футов и метров потому что они теперь по-другому устроены но зато если я говорю один что-то нет как-то нет что-то я не понял два метра ща 0 метров 1 метр нет пока не работает переводы пропали работать не хотят что-то я сделал не так надо посмотреть да вроде все сделал правильно так 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 давайте посмотрим значит давайте посмотрим что-ли в исходнике там у меня есть подсказочка непонятно ну ладно давайте поглядим значит тут есть где-то где-то тут есть вот гид в котором все это лежит я тормоз оно конечно не работает это была попытка перевода на русский ты господи о нет нет один фит все равно так так давайте все-таки поглядим у нас не так много времени давайте поглядим в гид так вот я эту функцию написал тут все вроде я прямо один в один написал а это 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 предыдущая стадия так так давайте посмотрим мастер комикс using gettext значит вот все это сделал слушайте нам нужно сначала переводы сделать да ну как как-то написано я понял смотрите мы же полезли в gettext а у нас по файлу старый поэтому нам нужно воспользоваться x gettext хорошо так минус минус ап ну там что там о не нужно что там у нас фирм.ти вот значит это у нас будет message.pod что-то я не вижу чтобы она изменилась о вот под фиг с ним это под файл вот он кстати а ну не важно короче это разные утилиты короче говоря я воспользуюсь утилитой x gettext которая точно так же как питоновская утилита которую мы пользовались раньше вот это вот вот это вот нет вот это gettext выковырило все значит выковырило все переводы из просто надо было ее по-другому назвать сейчас давайте я не зря так написал да давайте это уберем rm messages.po и напишем как я написал в лекциях x gettext минус минус o messages.pod fm.ps вот мы перегенерировали наш горшочек с переводами вот он выглядит вот так вот теперь нам надо попытаться обновить новый горшочек с использованием старых переводов это собственно главная фишка непрерывного процесса перевода смотрите что у нас есть у нас есть новый новый шаблон в котором другие другие значения у нас есть старый перевод в котором этих значений еще нет и у нас есть еще в принципе некий должен получиться новый вариант в котором все старые переводы остались а все новые переводы как-то сохранены для этого существует специальная утилита которая называется msg merge который собственно так и делает вы ему рассказываете какой старый перевод и какой шаблон новых переводов а он на их основании обновляет этот самый старый перевод давайте посмотрим только не аппот естественно а у нас ему нужна смесочка вот смотрите что он пишет у нас есть один старый один новый из них пять переводов зашли один перевод помечен как фазе сейчас я расскажу про это одно не переведено и один перевод оказался ненужным вот такая вот развесистая клюква давайте посмотрим вот это переводы которые зашли они не изменились вот это переводы перевод про который искусственный мозг gettext сказал что он очень похож на то как было поэтому давайте мы предложим вам перевести это вот так но мы не отвечаем видите написано фазе вот этот фазе он не зря вимом выделен желтым это значащий комментарий и при попытке скомпилировать с помощью msg fmt fmt перевод с пометкой фазе этот перевод никуда не пойдет он будет считаться не переведенным и надо сказать не зря потому что у нас метры два у нас метра по-моему много у нас метров и удаляем эту пометку фазе после чего получаем хороший годный филот по какой причине она не стала переводить fit как foot я не знаю вот ну бог бы с ним один у нас foot два у нас foot много у нас foot теперь наверное становится более понятным вот эта адская сишная формула в которой написано что если у нас 101 или просто 1 то это будет 0 если больше 2 и меньше 4 не больше 2 3 4 это будет 1 и если больше то будет 2 соответственно в общем понятно да значит еще раз если у нас 1 foot или 101 foot или любое предыдущее число и 101 foot это foot если у нас остаток отделения от 2 до 4 2 foot 3 foot 4 foot и все остальные числа за исключением этих это foot ну вот такие дела давайте мы скажем msg fmt это было fmt жмяк все чисто 6 переведенных сообщений ну давайте его запустим мне надоело чего не понял давайте проверять что мы тут такое новояли update labels meters get fig get по идее мы должны ходить к этому nget text nget text зарегистрирован у нас да давайте посмотрим как тут написано чтобы не 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 обломиться зарегистрирован значит что еще у нас тут значит не понимаю нет этот страх и ужас хотя понятно значит все было хорошо просто у меня округление работало в неправильную сторону господи понятно мне проезжало мне проезжало число неправильное здесь и там были все короче я пал жертвой я пал жертвой такая у меня в этот update labels приезжала строчка поэтому надо сначала было превратить в превратить в этот самый флот а потом этот флот превратить в int и вот тогда бы оно заработало мне кажется мне кажется тогда бы оно заработало давайте попробуем так еще раз xget text так msmerch 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 только не up под а message тот правильно здесь все хорошо здесь все хорошо теперь msgfmt все хорошо наконец 1 фут 2 фута 3 фута 444 фута 15 футов да 7 сколько там 2 соответственно метров 0 метров 1 тоже метров 7 это 7 это соответственно 2 метра а 777 это опять 0 метров ну вот да там еще 1 метр надо как-то получить но я не знаю короче все работает значит проблема была проблема была в этом самом проблема была в том что с этими числами надо было работать более аккуратно я сюда я попался на удочку собственного предусмотрительности я написал равно 0 а на самом деле конечно надо было написать вот так вот вот что значит писать программу и не делать аннотации типов переменных вот и int от там что-то что-то точка что-то что-то разумеется давал не то что ну ну хорошо значит вот мы справились со всем обращаем ваше внимание на то что обращаю ваше внимание на то что я чудесным образом может быть даже и неплохо что я с этим справился потому что я чудесным образом работал сразу с двумя различными программами с похожими переводами это собственно последнее о чем я хотел сказать на этой лекции вот что про память перевода Что в принципе хорошая идея создавать такой большой словарь переводов, особенно если вы работаете над похожими проектами или над проектом, который долго идет и так далее, и делать вот этот MSG-мерш, указывая в качестве перевода, перевод не важно чего, либо там было побольше нужных строчек. Кстати сказать, если у вас образуется фазия или даже неиспользованный перевод, который комментируется, его умеет использовать MSG-мерш как память переводов, он умеет залезать в комментарии. Вот смотрите, сейчас я покажу. Допустим, мы крупно переделали. Написали здесь дует. Смотрите. Один недействительный перевод. Вот это. Что-то я начал, да. И чего? У меня слово дует не работает, да? Почему он его не пометил как недействительный, непонятно. Просто один недействительный, нет такого. Тем не менее, перевод есть, да? Странно, что он не пометил его как неиспользуемый. У вас. А, я тормоз. Все, надо было сначала начинать. Сначала надо было сделать из GitText, потом надо было сделать MSM-мерш. Вот, извините. Вот, смотрите, да? Вот это комментарий. Это недействительный перевод. Это одно непереведенное сообщение, которое я могу и перевести. Ну, допустим, переведу его как вычислить, да? Или там... Вот, все теперь работает. Но главная моя фишка была не в этом. На чем я, собственно, хотел закончить. Давайте проверим, что оно работает. Но оно работает. Вот оно в английском варианте, в русском варианте. Вот оно в английском варианте. Вот. Главная фишка моя была в другом. Предположим, мы вернули... Вот, смотрите, как у нас выглядит наш файл с переводами с этим самым... С этим самым комментарием. Вот он, комментарий. Предположим, мы вернули обратно то, что у нас было. Вместо Doet написали обратно Calculate. Вот здесь. И сейчас... Да, переделали... Переделали exit text и говорим MS Merch. Смотрим. Оно взяло. Отправило наш перевод Doet в комментарии. А само нашло в комментариях... Это тоже значный комментарий. Видите, решетка тильдочка. Нашло в значимых комментариях перевод Calculate. Положил его. Выяснил, что там все отлично с контекстом. И даже ни слова не сказал. А сказал, что все переведено. Такие дела. Ну, видимо, все. Я не видел вопросов, кроме лекций по Linux. К сожалению, лекции по Linux были запланированы на этот семестр, но так и не начались. Я надеюсь попробовать сделать что-нибудь в следующем учебном году, в начале следующего года. Посмотрим, какая будет нагрузка, какой будет объем работ. Но, в принципе, там у меня кроме Python вроде ничего нет. И вторым курсом можно как раз запустить Linux. Такие дела. Значит, вопросов я не видел, значит, их, видимо, не было. Напоминаю, что в случае стрима вопросы надо задавать в онлайне, потому что стрим запаздывает. Вот. Ну и, собственно... Собственно, на этом все. Вот. Я даже успел рассказать... Ну, правда, не успел. Про память перевода. Вот. Значит, тогда напоминаю тем, кто делает курсовые проекты, эти самые семестровые, что нужно написать, сделать, описать постановку задачи. Иначе они не принимаются. И ваш проект должен быть переведен. Тем из вас, кто работает не над интерфейсом, а над чем-то другим, надо подумать о том, что именно будет нуждаться в переводе. В принципе, на самый крайний случай, если у вас... Ну, допустим, вы пишете какой-то движок, какого-то там бота, что-то такое, да, который не умеет общаться по-русски. Хотя бот как раз умеет по-русски общаться. Вы можете посмотреть, как с помощью гид-текста переводить документацию. И перевести кусочек документации с помощью гид-текста. В Sphinx это встроено. Будет отличное решение на случай, если вам ваш код не нуждается в переводе. На этом, собственно, все. Вот. До встречи в эфире. Ну и, в общем, до свидания.